Вы в курсе, что такое синдром подзорной трубы и пятилетка отделения офтальмологии 4-й сочинской больницы? Об этом и не только пойдет речь сегодня. Вы узнаете о том, почему так важно не упустить из поля зрения профилактического поле зрения собственное. Расскажем мы и о комплексе мероприятий, проводимых в рамках занятий одной из важнейших школ здоровья – школы Глаукомы. Данное мероприятие мы проводим дважды в год, такие большие мероприятия, обучающие для наших пациентов, где мы пациентам рассказываем о заболеваниях глазного яблока, таких как Глаукома, Катаракта, для того, чтобы пациент имел возможность услышать о заболеваниях, о методах лечения, самое главное – методах диагностики, вовремя обращался к врачу. Также на этих мероприятиях мы проводим предварительную диагностику органов зрения, это осмотр доктора, измерение утреглазного давления, и уже дальше пациента направляем в необходимое русло, как говорится. У вас есть своя собственная пятилетка, а вот расскажите, что это такое? В 2014 году, когда мы переехали в новое здание больницы и получили огромное количество диагностического оборудования, ну и хирургического в том числе, но когда получили диагностическое оборудование, начали работать в новом качестве, мы на первичном приеме в нашем кабинете, в котором мы постоянно ведем динамику пациента, в том числе и на оперативное лечение, и на консервативное лечение, на первичном приеме выявляли первичную терминальную глаукому в большом количестве, то есть ту глаукому, когда пациенту уже нечем помочь, пациента в кабинет заводили за руку, и мы, по сути дела, констатировали факт наличия слепоты у пациента. Учитывая, что эта глаукома впервые выявленная, то есть человек слепой пришел первый раз к офтальмологу. То есть никогда до этого не обращался? Никогда до этого не обращался, да, абсолютно верно, к офтальмологу. Учитывая, что количество этих пациентов, это не два и не три, это десятки людей, мы поставили задачу в течение пяти лет, ну, победить, к сожалению, полностью нам не удалось, но хотя бы сократить такое количество этих пациентов. Удалось, сразу спрашиваю, удалось или нет? Удалось сократить, но не ликвидировать, к сожалению. Причин, на самом деле, очень много. Мы тоже занимались этим вопросом в том числе, причины, да, такой проблемы. Причины различны. В первую очередь, это, конечно, территориальная выделенность нашего региона. Очень много горных сел, пациенты живут там, если можно так сказать, на постоянной основе. Очень редко, когда приезжают в поликлиники городские и так далее, эти поселки разбросаны по всему городу, это первое. Второе, это отсутствие, даже, наверное, наличия информационного вакуума в плане заболеваний офтальмологических, в том числе глаукомы. Откуда и родилось вот такое желание донести до пациентов эту информацию посредством образовательных мероприятий. Ну и третье, это, опять-таки, вытекающие из первых двух, это то, что пациенты зачастую при наличии каких-либо проблем не знают, что это приведет к необратимой слепоте, не обращаются к специалисту, не ведется нормальное лечение и профилактика в том числе этого заболевания. И получается уже, что на первичном приеме мы констатируем факт двусторонней, либо односторонней слепоты пациента. И насколько вообще часто вот это сегодня уже, вот та пятилетка уже подходит к завершению, да? А такие случаи все равно есть? Ну, порядка 18 случаев у нас было за 2014 год. Сейчас мы 2019 год не подводили, в 2018 году у нас таких пациентов было 7. То есть, ну, к сожалению, они все равно есть. А первое время у нас количество пациентов, к сожалению, этих увеличилось. То есть первые годы эти пятилетки была динамика отрицательная. И я думаю, что связано это с тем, что мы стали больше выявлять эту проблему. Мы стали пациентам доносить информацию. Мы стали проводить даже вот в 14-м и 15-м, 16-м я не могу припомнить, были дни здоровья, когда выездные бригады тоже проводили диагностики. Наш участковый терапевт, офтальмолог ездил. Я думаю, что мы просто стали в большом количестве выявлять пациентов с глаукомой. И поэтому произошла отрицательная динамика. То есть количество пациентов в первой выявленной терминальной глаукомой выросло. И уже потом, когда мы начали этих пациентов лечить и начали проводить вот эти мероприятия профилактические, пациенты стали больше и больше обращаться. Я думаю, что часть пациентов, которые могли бы ослепнуть, не ослепли. То есть ваше отделение делает большое дело. Мы стараемся. Первое время, говорит Виктор Дмитриевич, на подобных профилактических мероприятиях людей было мало – 10-20 человек. Сегодня полный зал. Виктор Михайлович, что вас сюда привело? Я услышала, что есть, делают сейчас операции на катарактах. И я привела маму свою. У нее такая проблема есть. Вот мы хотим послушать сначала, потому что она очень переживает. А давно у вас эта проблема появилась? Ну, года три уже я так уже это самое чувствую. И закапываю ее все. И все хочу, что-то там мешает мне. Что-нибудь мешает. Живет Татьяна Евгеньевна в Салахауле. На ее плечах все домашнее хозяйство. Дровами топим, надо щепок нарубать дров, надо беремых занести в дом. И все огороды у нас есть. А бабушка еще такая, что сама старается все делать. И колю дрова, и щепки приходится. Внуки же на работе, все же работают. А мне приходится по хозяйству. Там все управляться. А как же вы так плохо видите, как управляетесь? Так еще пока вижу. Ну, вот это мероприятие профилактическое. Что вы ожидаете услышать? Ну, подтверждение диагноза правильно. Самое главное знать, чтобы потом решиться на дальнейшие шаги, что там операция нужна или просто лечение. А я знаю, вижу, что вы вот с таким волнением. Почему волнуетесь? Я не знаю. Она боится, что вдруг хуже видеть будет. И говорю, только лучше будешь видеть. Не случайно здесь оказалась и супружеская пара Александр и Светлана. Вы стоите на учете у авторного отдыха? Пока нет, но уже пора. А почему вы так решили? Ну, потому что зрение падает, и надо все-таки себя проверять. И возраст еще, кстати. Чего вы ждете от этой встречи? Ну, хотя бы информацию. Информацию. Узнать, что как. Что такое глоукома, что такое катаракта. То есть мы сами не знаем этого. Хотелось бы провериться, узнать. У меня тоже зрение уже не так хорошо вижу. Хотя бы посмотреть и провериться. То есть, ну и узнать, что такое глоукома. Как я уже сказал, глоукома одна из основных причин слепоты. Ее распространенность в следующем десятилетии растет. В России более 1 миллиона человек болеет глоукомой. И самое страшное, это то, что это основная причина из инвалидности. Основная причина инвалидности по зрению в Российской Федерации 24%. Это приблизительно соизмеримо с такой же проблемой по сахарному диабету. Потому что сахарный диабет, к сожалению, имеют органы в мишени. Это глаза, вы знаете, почки и конечности. Глаза также поражаются сахарным диабетом. И вот глоукома, к сожалению, делит это место совместно с сахарным диабетом. Как в нашем отделении, так и в городе. Большие силы тратятся всеми врачами-офтальмологами на борьбу с этим заболеванием. Пять лет назад мы начали эту программу. И многие из вас уже неоднократно были на наших школах. Как на этапе большой общегородской школы, так и в отделении. Помимо этих школ мы образовываемся и сами доктора. Одна из конференций Кубанской ассоциации врачей-офтальмологов проходит у нас в Сочи. И заболеванию глоукома посвящена целая секция. Мы делимся с коллегами. К нам приезжают ведущие специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Мы делимся опытом, перенимаем, что-то рассказываем сами. Коллеги используют наш опыт. Также в городе, помимо этого, мы постоянно работаем и сотрудничаем с нашими докторами. Которые работают в поликлиниках. Это ваши лечащие доктора. То есть огромный пласт работы проделан за эти пять лет. Для того, чтобы жители нашего города имели качественное зрение. Не только по основному заболеванию, которое мы оперируем в нашем отделении. Это катаракта. Но и глоукома. И самое главное здесь, наша основная цель, именно направление профилактики. Для этого мы с вами периодически собираемся и рассказываем об этом заболевании. А для того, чтобы было кому рассказать, надо тоже много работать. Информировать горожан, готовить печатную продукцию, издавать ее и распространять. Организационная работа отнимает много времени? Да, она отнимает время, безусловно. Потому что это нужно делать. Если этого не делать, нам никто не придет. Поэтому каждый день мы проверяем наличие наших буклетов, приглашений. Чтобы они были в поликлинике, чтобы они были у нас в отделении, чтобы они были у людей. Мы их раздаем, чтобы весь материал был роздан. А что непосредственно ложится на ваши плечи в профилактической работе? Именно организовать, помочь заведующим отделениям, нашей команде. Помочь организовать эту школу, чтобы пришли люди, чтобы оно состоялось. Чтобы помочь даже технику, наше оборудование доставить. И самое главное, это наших слушателей. Мы им помогаем добраться до нашего конференц-зала, потому что путь не совсем близкий для некоторых. Это из вестибюля прийти к нам сюда на пятый этаж. Мы их сопровождаем. Когда больше ста человек приходят на такие мероприятия, очень радостно видеть пациентов, которых мы уже знаем, у которых стоит диагноз глаукома. Тем не менее, они продолжают приходить. Мы редактируем свои лекции, они узнают что-то новое. В том числе и на предварительную диагностику приходят, приводят своих соседей, своих друзей, своих родственников. То есть и такой момент тоже работает здесь. А глаукома – это болезнь возрастная или молодые тоже могут быть подвержены ей? К сожалению, диагноз глаукома выставляется не только взрослым пациентам, но и в том числе в некоторых случаях и детям. То есть это патология, затрагивающая весь возраст человека. Слава Богу, молодых пациентов не так много, но они, к сожалению, есть. Различные причины могут вызывать это заболевание. На сегодняшний день настоящая этиология этого заболевания неизвестна. То есть неизвестны причины возникновения у данного конкретного пациента. Да и по сути борьба доктора, она связана больше не с ликвидацией заболевания, а с снижением внутриглазного давления. То есть мы с симптомом боремся, снижаем внутриглазное давление и улучшаем качество жизни пациента. К сожалению, глаукома относится к разряду хронических заболеваний. То есть даже когда мы обращаемся к хирургическому методу, будь то лазерная, будь то проникающая хирургия или не проникающая, мы всего лишь снижаем внутриглазное давление. Кто находится в зоне риска? В первую очередь, конечно, это большей частью пациенты старше 60 лет, пациенты с неактивным образом жизни, пациенты, которые, если правильно сказать, используют неправильный рацион питания, деликатно хочется сказать, да? Понятно, не ведут здоровый образ жизни, скажем так, да? Пациенты, у которых имеется наличие сопутствующих заболеваний, как глазных, таких как близорукость, дальнозоркость, так и неглазных, сахарный диабет, различные сосудистые заболевания и так далее. То есть, ну и пациенты, которые по каким-либо причинам когда-то получили травму глаза. Правда ли, что эта болезнь протекает абсолютно бессимптомно? Это так? Это абсолютно верно. Мы имеем достаточно большое количество пациентов, у которых стадия глаукомы выше первой. Почему это происходит? Потому что на первой стадии пациент, по сути дела, к врачу и не обращается. И не только на первой, вот я выяснил здесь. Ну, к сожалению, да. То есть на первых стадиях, первой, второй стадии, пациент не видит изменения в зрении, не испытывает никаких глазных болей. И особенно те пациенты, которые не имеют патологии, связанной с хрусталиком. Да, когда пациент обращается к доктору с мутным хрусталиком, с диагнозом катаракта, и мы выявляем параллельно глаукому. А те пациенты, у которых с хрусталиком все нормально, либо они уже были прооперированы по поводу катаракты, они не испытывают каких-либо зрительных проблем, они не испытывают болевого синдрома и приходят к нам, к сожалению, тогда, когда уже теряются поля зрения. А это далеко запущенная стадия. Иногда этих пациентов при третьей, четвертой стадии можно даже видеть. Они идут, смотря себе под ноги. То есть человек видит в узкую трубу, ну, грубо говоря, мы называем этот симптом подзорной трубы, когда человек смотрит в узкое поле зрения в виде трубы. И для того, чтобы видеть ступеньки, по которым ему нужно спуститься, он обязательно опускает голову. А в таком случае, если она протекает бессимптомно, когда же к вам обращаться? Когда к вам нужно бежать немедленно? Если мы говорим о пациентах старше 60 лет, то это минимум два раза в год. Для того, чтобы вовремя определить проблему, которая пациенту, то есть определение этой проблемы недоступно. Пациент не видит ни помутнения в хрусталике, ни изменения внутриглазного давления. От 40 до 60 минимум раз в год. И если же пациент от 35 лет и старше, то различные возрастные группы здесь, ну, 2-3 года один раз. Нужно проходить диагностику. Если нет каких-либо других сопутствующих проблем. Потому что зачастую мы работаем в паре с другими смежными специалистами. Если пациент, независимо от возраста, лечится у врача-эндокринолога, врача-кардиолога, врача-невролога, в 100% случаях стоит консультация врача-автокринолога, осмотр глазного дна и так далее. Эти пациенты нами консультируются, в том числе в нашем стационаре. На базе нашей больницы создан стационар дневного пребывания, в котором есть и работает проект, который называется «Глоукома-диспансер». Мы занимаемся проблемой глоукомы очень плотно и профилактике глоукомы также проблемой этой мы занимаемся очень активно. Если нет профилактики, если пациент к нам приходит в запущенных случаях, помочь ему будет намного сложнее. И результат нашего лечения всего, что направлено на то, чтобы пациент видел, он может быть намного хуже. Что самое сложное в профилактической работе? В профилактической работе сложнее всего объяснить пациенту, что он должен быть с нами на одной стороне, что он должен вместе с нами работать. Не мы одни, не он один, а мы должны быть вместе. И тогда будет хороший результат. Об этом тоже шла речь на лекции. Она не оказалась перегружена медицинскими терминами и больше была похожа на доверительную беседу доктора с пациентом. О сложных вещах говорилось просто и доступно. Будь то причины развития глоукомы и катаракты, необходимость хирургического вмешательства или печальные последствия запущенных заболеваний. Вопреки нашим ожиданиям, вопросов из зала не было. Хотя они были у каждого. Но, как пояснил нам доктор Семыкин, от такой формы общения здесь отказались намеренно. Людям хочется общения другого. Как говорится, глаза в глаза. Ниногородние граждане России, у вас есть полис? Есть, есть. Пожалуйста, обращайтесь по полису. Вы приписаны к поликлинике? Вот я не приписана пока. Нужно приписаться. Для того, чтобы получить помощь по полису, нужно приписаться к поликлинике своей, где вы живете. Взять оттуда направление к нам в 327 кабинет и по полису вы получите помощь в гарантированном объяве. Ваша полис в поликлинике является вашим лечащим врачом. Я бы рекомендовал вам выполнять его рекомендации. Все ясно, спасибо. Будьте здоровы. Здравствуйте, еще раз давайте поговорим. Не говорите. Вот мне уже направление. Прошу, пожалуйста, возьмите. Я взял, взял. Возьмите еще, дома разойдите. Спасибо. Мне вот на 25-е дали повторную. Вот вторичную. Вот то, о чем я говорила. Чем раньше, тем лучше. Вот если сделать, вот это почистят. Я буду считать. Как после операции. Я раньше как без очков даже делала. Это первый признак катаракты. Если взрослый пациент читает без очков, это первый признак катаракты. Да. Вот я вижу, здесь лежат такие буклетики. Специально были изданы к этому мероприятию? Да, мы подготовили специально вот такие брошюры, достаточно доступные для пациента в форме. Что из себя представляет буклет? Здесь на первой странице мы хотели рассказать о мифах о глаукоме, как раз то, что мы говорили в самом начале, о том, что глаукому нельзя выявить пациентом, она определяется только доктором. И первый миф – это глаукома излечима. Глаукома, как мы говорили раньше, к сожалению, относится к числу хронических заболеваний. И даже выполнив какую-то хирургическую манипуляцию, диагноз глаукома не снимается. Дальше мы рассказали факты о глаукоме и факторы риска развития глаукомы. Каждому пациенту, который сегодня у нас был, мы раздали по такой брошюрке, плюс даже с запасом для родственников. Для родственников, родных и близких. Встречались ли в Вашей практике случаи самолечения? Безусловно. И, кстати, этот момент отображен в этой брошюре. С диагнозом глаукома мы очень часто сталкиваемся с этой проблемой, потому что некоторые пациенты очень любят советоваться с соседями и на этапе стационара, и дома берут капли у друг друга, отмениваются ими, отменяют сами препараты. И, безусловно, конечно, это накладывает определенный отпечаток на течение заболеваний у этих пациентов. И это достаточно часто встречается. И именно для этого, в том числе, мы организовываем эти образовательные мероприятия. Я бы хотел обратиться ко всем жителям города Сочи. Если возникает какая-то проблема, будь то неотложная проблема, либо же вы чувствуете, что постепенно снижается зрение, у меня будет огромная просьба, как у главного офтальмолога, направить вас к вашему лечащему врачу. У нас в городе реализована офтальмологическая помощь таким образом, что вы можете и в течение круглых суток обращаться к врачу-офтальмологу, если требуется неотложная помощь. У нас работает офтальмологический кабинет круглосуточно для пациентов, которые нуждаются в неотложной офтальмологической помощи. Если ситуация по снижению зрения является плановой и продолжается достаточно длительное время, обращайтесь к лечащему доктору. Не стоит заниматься самолечением. Это может вызвать негативные последствия, если есть какая-то глазная патология. Это может привести к тому, что в тот момент, когда вы все-таки к доктору обратитесь, он просто не сможет вам адекватно помочь. Поэтому прошу, пожалуйста, всех жителей нашего города в первую очередь обращаться к специалистам. Заключительная часть занятий школы Глаукомы – предварительная диагностика органов зрения. Ходить далеко никому не пришлось. Она проводилась тут же, в конференц-зале. Здесь специально и заранее было установлено соответствующее оборудование. Далеко не все слушатели школы проходят такие осмотры регулярно. А вот Леонид Федорович делает это постоянно, в силу обстоятельств. У меня поставлен диагноз Глаукомы. Я наблюдался в кабинете на Абрикосовой. Но потом он закрыли. Сейчас хожу, как говорится, по месту жительства. Леонид Федорович, вы первый раз на таком профилактическом мероприятии? Первый раз. Какие ощущения? Ну, правильное мероприятие, такое надо проводить, как говорится. А мы должны более активно участвовать, потому что каждая крупица знаний позволяет самому больному сохранить здоровье. Большое спасибо врачам за проведенное мероприятие. Результат осмотра Наталью Николаевну не удивил. Я знала и знаю, что у меня и сейчас подтвердили на оба глаза катаракта. Но я не хочу делать операции. Я, во-первых, боюсь. Я психологически, морально я не готова к операции. Ну, бояться-то не надо, говорят, доктора. Я благодарю всех врачей и всем им здоровья. Так же, как говорится, они относятся к нам. Они вот чувствуются, что прямо вот хотят нам помочь. Это чувствуется, понимаете? Ну, жалко, что очень много народа. В том смысле, что больных много. Понимаете? Ну, может быть, бы их было меньше, если бы чаще ходили к каптальмоговым. Это верно. Возможно, тогда бы много раньше оказался в курсе своей проблемы и Валерий Николаевич. Катаракту нашли. Нужна операция. Вы, наверное, не подозревали о том, что у вас есть катаракта? Нет, не подозреваю. Огромное спасибо докторам. Я советую всем приходить и проверять зрение. Здесь очень внимательно относятся, профессионально. Ну, все замечательно здесь. Людей было много, но в очереди стоять никому не пришлось. Команда офтальмологов работала слаженно, быстро, четко. Специалисты кратко и емко обозначали проблемы, если таковые были, и пути их решения. Один пациент сменяет другого, а вот уже и знакомая вам Татьяна Егоровна. Результат осмотра ожидаемо не очень обрадовал. С одной стороны. С другой развеял все волнения и сомнения и дал ответ на вопрос, что делать дальше. Надо становиться на очередь в своей поликлинике, брать направление в нашу горбольницу номер 4. Во-первых, мы полностью знаем, что это за заболевание, как оно удаляется хирургическим путем, нам показали, что это не страшно и что это очень необходимо сделать. Главное, мы знаем, с чего начинать и знаем свой диагноз. По разговорам вроде бы хорошо должно быть, а там как покажут, не знаем. Ваши действия дальше? Идем к лечащему врачу. Да, будем продолжать. Спасибо докторам, что они организовали эту встречу, что очень многие люди, которые нуждаются, получат, положена помощь, которая им нужна. Да, спасибо. С легким волнением ожидали результатов предварительной диагностики и Александр и Светлана. Супружеская пара уже тоже знакомая вам. Я смотрю, у вас признаков галкома и катаракты не обнаружено. Но чтобы достовериться на 100%, что нет этого заболевания, проверьте глазное давление. И, конечно, желательно проверить остроту зрения и все-таки идти на контрольный осмотр. Спасибо большое. Вам необходимо обратиться в поликлинику, пройти в поликлинику, по месту жительства, начинать следовать. Каких-то простобых проблем сейчас, например, у вас нет. Да? Прекрасно, спасибо. Я не думал, что такая серьезная эта болезнь. В принципе, что до слепоты может быть. Но это очень серьезно. Поэтому, если есть такая возможность у кого-нибудь, пускай ходят к врачу и проверяются. Обязательно. Мы сейчас проверились. То есть, слава богу, у нас пока все нормально. С чем мы вас и поздравляем. Ваше мнение о сегодняшнем мероприятии. Мероприятия хорошие. Даже неожиданно. Мы сюда попали случайно. И даже не пожалели. Меня, допустим, обрадовало, что проблем пока нет никаких. Так же, как и вашего мужа. Да, да, да. У нас другие немножко. Недло у кома. Так что, людям очень удобно. Спасибо врачам, что они вот свой день посвятили субботу. Во-первых, людям-то это удобно. Многие же уже бегут, потому что не работают. Врачи молодцы. Свой день вот прямо на людей потратили. Огромное спасибо. Да, большое спасибо врачам. Ввиду нехватки времени, определенных жизненных обстоятельств, не всегда можем вовремя к доктору попасть. Ну, не туда. Но ни одна работа, ни одна жизненная ситуация не стоит так дорого, как наше здоровье. Вы любите свою работу? Я люблю свою работу. Я в нее влюблен. А что не самое главное для вас? Я очень часто говорю об этом пациентам, своим пациентам, особенно тех, которых мы прооперировали, что самая лучшая награда для врача-офтальмолога – это зрение пациента. Важнее, мне кажется, ничего не может быть. Вот эти профилактические мероприятия, на которые мы сегодня побывали, вы же готовите совместно? Безусловно. Мы одна команда. А подготовка, безусловно, это достаточно тяжелый труд. Еще раз повторюсь, мы одна сплоченная команда. Все то, что у нас получилось за эти пять лет, это получилось благодаря тому, что мы все друг друга поддерживаем. Это мероприятие прошло в выходной день. А как вот к этому, не обидно, что можно было бы отдохнуть, а вы тут? Врачей не бывает в выходных дней, если честно. Мы работаем всегда. Чем больше к вам людей приходит, тем больше у вас появляется работы. Наверное, так? А я люблю свою работу. Мне нравится эта работа, и я нашла в этой работе себя. Поэтому я с удовольствием работаю здесь, помогаю врачам всеми силами, что у меня есть, и я рада. Приглашаем всех на последующие мероприятия. Наши образовательные мероприятия носят профилактический характер. Как известно, профилактика всегда продуктивней, чем непосредственно лечение. И то, что мы делаем на наших образовательных мероприятиях, плодотворно сказывается и на вас, и на нас, как на врачах, потому что нам приходится меньше бороться с теми проблемами, о которых мы говорим. В частности, это достаточно тяжелое, коварное заболевание глоукома, с которым приходится долго воевать. И если мы с вами будем стоять на одной линии напротив болезни, нам будет легче. Потому что мы с вами вдвоем, я думаю, что достаточно плодотворнее проработаем в победе над этой болезнью. Я желаю вам здоровья, будьте здоровы. И хотелось бы все-таки с вами касательно офтальмологической проблематики видеться реже. Видеться чаще на таких мероприятиях, а в операционной и в диагностической консультации видеться все-таки, наверное, с большим приветом, нежели с какой-то офтальмологической проблемой. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова